Иисус Христос, кто для тебя? Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Сестры, братья, у вас есть друзья? У вас есть такой человек, которому вы можете рассказать все, что у вас на душе, все переживания и радости? Конечно, самое главное, что он искренне будет с вами вместе переживать и радоваться. Даже ночью вы можете позвонить, и он выслушает вас. Есть такой человек? А Иисус Христос, кто для тебя? Как нам не хватает таких людей рядом? В наше время и в время технологий все меньше таких друзей. Но у нас есть у каждого такой друг, очень близкий. Это, конечно же, наш Господь. Он знает, что у нас происходит, и даже ночью готов выслушать нас в молитве, и утешение Духа Святого наполнит наше сердце, душу. Он всегда вместе с нами переживает и радуется. Спасибо Богу, что Он открыл наши глаза и открыл наши уши, чтобы видеть Его и слышать Его. Прийти к Нему и исцелиться. Аминь. Но Он не только слушает, но Он также и помогает нам в нашей жизни. Не только слова, но и дело. Мы много говорим и будем говорить об Иисусе Христе, Отце Небесном и Духе Святом на нашем канале. Следите, подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в этом увлекательном путешествии. Иисус Христос, кто для тебя? Мы в прошлых подкастах говорили о делах, благодати Небесного Отца в наше время и в нашей личной жизни. Иисус Христос, кто для нас? Тот, за кого мы принимаем Его. Все так же и по прошествии тысячелетий Иисуса Христа принимают по-разному. Для кого Он пророк, для некоторых их учитель. В Евангелии от Матфея 16 главе Господь ведет такой диалог. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а за кого вы почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но мой Отец мой, сущий на небесах. Это Евангелие от Матфея 16 глава стихи с 13 по 17. Иисус Христос, то для тебя. Если учитель, он будет учителем. Конечно, если пророк, будет одним из пророков для тебя. А если Христос, Сын Бога Живого, то он будет и твоим Господом. Конечно, если Господом, то будешь частью тела Его на земле, и будешь исполнен Духа Святого, который всегда будет с тобой в каждом дне, и будет тебе опорой и защитой и Господом. Рука Бога Отца, благодать Его. Сегодня мы поговорим, чтобы лучше видеть благодать Отца Небесного и посмотрим на дела Иисуса Христа. Но не в общем мире, а лично. Как мы можем увидеть Господа в современном мире и лично Его дела в нашей жизни, и у меня, и у вас. Бог Отец. Его благодать, руку видно в каждом дне нашей жизни, в разных случаях нашей жизни. И благодать отличается тем, что она, во-первых, незаслуженная. Во-вторых, всегда избыточна. Бог Отец дает всегда больше, чем нужно. И, конечно, свидетельство Духа Святого. Это рука Бога Отца. Об этом мы говорили в прошлом подкасте. Рука Духа Святого. Дух Святой действует, как и две тысячи лет назад, чудесами, исцелениями, свидетельствами, знамениями, освобождениями. Откровения, пророчества и столкования языков, дары служения в Церкви и через Церковь в мире – это все Дух Святой. И Дух Святой действует через Церковь служителей. Церковь продолжает служение Иисуса Христа на земле. В Евангелии от Матфея 12 глава, стих 28, Господь говорит, «Если я же Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Это Евангелие от Матфея 12 глава, 28 стих. Церковь через своих служителей продолжает дело – служение Иисуса Христа. И как Иисус Христос исцелял бесов и изгонял Духом Божиим, так и сейчас служители Духом Божиим исцеляют бесов и изгоняют пророчествуют. Почему? Потому что достигло до нас Царствие Божие. Это единственное основание, почему так происходит. Это все рука Духа Святого. Иисус Христос, кто сегодня? Сегодня нашего Господа Иисуса Христа видно. Во-первых, это Его Церковь. Во-вторых, лично в нашей жизни – это исцеление и освобождение. То есть то, что приходит в нашу жизнь извне – грех, и пытается разрушить ее. В Евангелии от Матфея 16 главе, стихе 18, «Господь говорит так о Церкви, «И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее» – Евангелие от Матфея 16 глава, стихе 18. «Господь создал Церковь Свою». Церковь создана Иисусом Христом, и она принадлежит Иисусу Христу до сих пор. Друзья, нигде не написано, что Бог Отец создал Церковь Свою, и нет в Писании, что Дух Святой создал Церковь Свою. Здесь написано, что это строение Иисуса Христа, и созидается, строится она Господом, Иисусом Христом. «Господь говорит, что врата ада не одолеют ее». И эти слова Господа действенны и сегодня. Никто, ничто не смогли уничтожить Церковь Божью. Даже мы, несовершенные люди и служители. Церковь до сих пор продолжает служение Господа на земле. Тело Христово. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть в Церкви». Это послание Колоссянам, 1 глава, стих 24. «И даже несмотря на несовершенство нас, людей, Церковь – это тело Христово. Вы, я, ты, брат мой, ты, сестра моя, мы часть Церкви, часть тела Христово. Несомненно, пока мы в Церкви, и нас не одолеют врата ада». Без всякого сомнения, друзья, братья, сестры, это ненадолго. «Скоро придет время. Дух Святой воскресит детей Божьих и освободит во всей полноте. И только тогда Церковь Божья будет совершенна, как совершенен наш Господь». Это только вопрос времени. Друзья, а время бежит быстро, так ведь? Время бежит быстро. Вы со мной согласны? Если да, поставьте лайк. «Иисус Христос для тебя, Господь». Лично Господа можно увидеть через Его служение, которое Он сделал для нас. Это хорошо описано у пророка Ветхого Завета Исаии. Откроем 53 главу, стихи с 4 по 7. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и унижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца. Был веден Он на заклание и, как агнец, перестригущим Его безгласен. Так Он не отверзал уст своих». Это пророк Исаия, 53 глава, стихи с 4 по 7. Безусловно, все незнание Бога, наказание, болезнь, проклятие, нищету, все, что приходит к нам извне, что может нас погубить, это все взял на Себя Иисус Христос. Он все взял на Себя, вместо нас был наказан, казнен и умер на кресте. Помимо всего прочего, все, что было и может прийти в нашу жизнь и разрушить ее, от всего этого избавил нас Господь. И не просто словами, а умер вместо нас. Это мы умерли от болезни, были убиты, обнищали, были прокляты, но Он вместо нас понес это все. Но Он воскрес, и нас воскресил вместе с Собою. Разумеется, друзья, не нас отдельно. Сам умер, а нас воскресил. Нет, воскресил вместе с Собой. Если Он воскрес, значит и мы, освобожденные, живем Им. Помимо всего, друзья, где написано, что Бог Отец умер за наши грехи? Или где написано, что Дух Святой взял наши немощи? Проклятие. Нигде, друзья. Это рука и служение Иисуса Христа. Исцеление от ковида. Возьмем, например, болезнь, ковид. Его раньше не было, но он пришел на землю, и будет время, его не будет. Его раньше не было, и потом не будет. Ковид просто пришел. Допустим, я заболел. Честно сказать, так и было. Но выздоровел. Как это произошло? Более того, кто сможет сказать, и я это говорю, что от ковида нельзя умереть? Можно. Но выздоровел. Но как? Собственным иммунитетом, своим здоровьем, усилием врачей? Нет, друзья. Поскольку я согласился, что это опасная болезнь, принял, что от нее можно умереть, и принял, исповедовал жертву Иисуса Христа для меня. Иисус Христос взял на себя мой ковид и умер вместо меня от этой болезни, тогда на кресте. И только этой жертвой я остался жив. И сейчас исцелен и продолжаю служение. А вы испытали то, что я пережил, болезнь? Если получили исцеление от болезни Иисусом Христовым, поставьте лайк нам во свидетельство. Сестры, братья, безусловно, это касается и всего того, что происходит. Пытаются прийти в нашу, в вашу жизнь. И это будет всегда, пока мы живем на земле, где пока еще есть грех. Но не всякого сомнения. Это касается и проклятий, нищеты, наказания за грех, одержимости, зависимости и всего прочего, что пытается разрушить нашу с вами жизнь. А ведь мы с вами церковь, тело Христово. Помните? Никогда не забывайте, кто вы. Вы – Дитя Божье, часть церкви и тело Христово. Ты – Христос, Сын Бога Живого. Так кто Иисус Христос для тебя? Учитель, Пророк или Христос, Сын Бога Живого? То Он и будет твоим Господом. Если ты исповедуешь Иисуса Христа своим Господом, поставь лайк, ободри и нас, что мы не одни. Брат, сестра, задайте вопрос Богу или помолитесь сейчас и поблагодарите Иисуса Христа за ваше исцеление. В следующем подкасте мы поговорим ближе о Духе Святом и что Он делает в современном мире, Его рука. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит и делает сегодня Иисус Христос. Более того, мы еще много будем говорить на темы Господа нашего, Бога, Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. Пожалуй, я сегодня заканчиваю. Между прочим, если вам понравилась запись или вы получили слово откровения Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.